Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами вновь рубрика Рыбанский ящик. Недавно поступили к нам такие просьбы с рыболовного клуба города Самары рассказать более подробнее о спиннинговых катушках. И для этого мы пришли в гости к вам уже хорошо знакомому Сергею Николину. Чемпиону в Самарской области 2012 года и уже чемпиону в Самарской области 2013 года по ловле рыбы на спиннинг. Так что Сергей с нами сегодня поделится всей информацией, которой владеет он. С удовольствием. Сергей, в основном людей интересует тот вопрос, выбор катушек, что играет роль, цена, качество. То есть я знаю, есть там катушки довольно-таки бюджетные, которые стоят чуть больше, к примеру, тысячи рублей. И есть катушки, которые стоят приличных денег, чуть ли не предела, конца нету, до 30 и выше тысяч рублей. В чем у них основное их отличие? Не знаю, какой-то ресурс или срок службы, что-то как-то цена влияет все на это? Ну конечно, если рассмотреть вот некоторый ряд катушек, мы здесь выложили, начиная с бюджетной, заканчивая уже дорогим сектором. Это в районе 30 тысяч, а это дешевле одной тысячи рублей. Если не останавливаться конкретно на каждой катушке, а рассмотреть все-таки, с чего складывается цена катушки, почему вот это стоит, вроде, катушка для спиннинга, и это для спиннинга, для спиннинговой ловли. Это стоит там 800 рублей, а это стоит 30 тысяч рублей. Ну, давайте снизу начнем, с нижнего ценового диапазона. Не важно, как она называется, но производитель дайва этой катушки. Собственно, мы все тут дайвы подобрали, чтобы, как бы, примерно на примере одной фирмы, да, посмотреть. Не в смысле дайвы рассматривать, а вот выбрали катушки одной фирмы, с чего складывается у них цена. Ну, в общем-то, все фирмы, они также ценовая складываются из тех же позиций. То есть понятно, что катушка стоит, состоит ее стоимость из каких-то комплектующих. Почему эта катушка дешевая? Во-первых, здесь всего один подшипник, и он очень бюджетный, очень дешевый. Здесь отсутствует обгонная муфта в качестве стопора обратного хода. Вот этот вот удар говорит о том, что здесь муфта нету, то есть мгновенного стопора нет, то, что еще называют мгновенного стопора. Ну, и в целом, комплектующие здесь дешевые. Главная пара, скорее всего, здесь сделана из цинкового сплава. Она, в принципе, на истирание достаточно прочная, но плохо относится к ударным нагрузкам. То есть там на уваживании крупной рыбы, на зацепах, когда их отцепляют катушкой. В целом, она, катушка подходит для использования. Ну, вот, цена ее складывается. Если начинающий рыболов там захочет попробовать вообще, что такое рыбалка на спине, то есть эта катушка должна удовлетворить его требования? Да, начинающего вполне достаточно. Ну, может быть, я бы порекомендовал чуть-чуть выше подняться. Конечно, отсутствие стопора обратного хода мгновенного очень сильно сказывается на комфорте рыбалки. Вот, допустим, чуть подороже катушка, это уже в районе тысяч с небольшим, но здесь уже есть стопор обратного хода мгновенный. То есть здесь нет вот этого удара, катушка становится мгновенной. Ну, здесь чуть-чуть побольше подшипников, они также недорогие. Поэтому цена невысокая. В целом катушки бюджетного класса, они тяжелее, чем более легкого класса. Связано это с тем, что достигнуть прочностные характеристики на корпус, на ручку и на прочие узлы на бюджетных версиях можно только добавляя материальную часть. То есть делать ручку надежной и прочной, но она будет более массивной. На другой катушке та же ручка, теми же прочностными характеристиками, но будет легче. Вот здесь сравнить стоп-выхер. Здесь вот такая вот ручка точеная из цельной заготовки. Здесь ручка такая вот астроидальная, тяжеленная, хоть она и складывается. Может быть удобно, но в целом она тяжелая. Подробнее остановимся на количестве подшипников. Очень часто возникает этот вопрос. Во-первых, большое количество подшипников не всегда свидетельствует о высоком в целом уровне катушки. Допустим, часто на китайских катушках ценой меньше 1000 рублей, там за 500 рублей говорят, 10-10 подшипников. Но если взвесить вот эти 500 рублей и 10 подшипников, сколько стоит один подшипник, если там просто одни подшипники? Для сравнения, дорогой подшипник, японский Daiwa подшипник CRBB, стоит, если бы заказать его, стоит порядка там больше 500 рублей. Не будем там детали останавливать, но более 500 рублей он будет стоить. То есть получается, что стоимость всех 10 подшипников здесь меньше, чем стоимость одного подшипника, который из топовой катушки. То есть вот она цена как бы еще складывается. Лучше, если это один подшипник будет, но качественный. Пусть один, но качественный. То есть вот это на цену очень сильно влияет. Качество подшипников в том числе. Для чего нужен качественный подшипник? Вот если возьмем, вот любую катушку возьмем, где подшипники очень важны. Вот этот вот вал, на который опирается ручка, опирается на два подшипника. Ну, как правило, стоят два подшипника. Вот в этой катушке три подшипника. Значит, здесь стоят два, которые опираются валу в ручке. На этом валу находятся зубчатые шестерни главной передачи. Встречный вал, который стоит перпендикулярно этому, он опирается еще на один подшипник. Вот три места, где обязательно, желательно иметь подшипники. То есть это самые нагруженные узлы. Все остальное, оно менее нагруженное, и там можно обойтись подшипниками скольжения. Не подшипниками качения. То есть там стоит подшипник, но он подшипник скольжения. То есть, грубо говоря, просто втулочка там стоит. Пластиковая или там бронзовая втулочка. Вот эти три подшипника, если они качественные, этого уже достаточно. Как бы для нормального хода катушки. Со временем подшипник любой изнашивается. Что дорогой, что дешевый. Дешевый быстрее износится. По мере износа подшипников, на которые опираются вот эти главные узлы, начнет износ быть внутренних механизмов главной пары. Почему? Потому что появятся люфты, уже подогнанные шестеренки главной пары, они будут встречаться с перекосами. И начнут просто истирание уже внутренних механизмов. Появятся уже посторонние шумы и так далее. Поэтому нормальные ТО катушки подразумевает, когда вот отдаете его на ТО мастеру, он проверяет все эти зазоры. И если заметил какие-то отклонения в подшипниках, он их просто меняет, либо регулирует зазоры. В хороших катушках предусмотрено регулирование зазора с помощью специальных шайб. Сергей, а на какую роль играет количество самих подшипников катушки? Чем больше подшипников качения, тем в целом катушка будет работать мягче. Чем зависит размер катушки? Подо что он подбирается? Под какие-то цельные условия? Прежде всего размер отображает размер шпуля, ее глубину и лесоемкость. Поэтому как бы он стандартизирован. Каждая фирма, производитель, серьезная фирма, она старается стандартизировать свою линейку разных катушек по размеру. То есть если мы говорим о Дайва, размер там 2000. Значит у Дайва все 2000 катушки, практически все они будут. Полисоемкости одинаковы. Если говорить о размерности, имея ввиду в целом мощность катушки, то здесь не все так однозначно. Может быть допустим катушка 2500 размера, а 3000 размера из этой же серии катушек сделана на базе 2500. Добавив туда более крупную шпулю. То есть механизмы внутренние остались те же. Но если саим для шпуля оказалось больше. Поставили большую шпулю, катушка стала 3000. То есть не всегда это вот в прямую зависит. То есть нужно знать, когда вы выбираете катушку, насколько вот она, скажем так, реально 3000. То есть в той же Дайве есть катушки, допустим в серии Frims, есть катушка 3000, где механизмы от 2500 отличаются. А вот Crossfire бюджетная, там 2500 и 3000, они по умочасти, по внутренней, в своей начинке одинаковы. 2004 размер по Дайве. Сделан на базе 2000, а четверочка в конце означает более мелкую шпулю. То есть вот 2000 и 2004, катушки одинакового размера, но с разной. Но здесь как бы меньшая глубина, да? Да, глубина шпули здесь меньше. Диаметр внешней шпули одинаковый, но здесь шпуля более глубокая, здесь более мелкая. Что это дает? Мы можем намотать более тонкий шнур. Если сюда такой же толщины мотать, как и сюда, то он будет глубоко внутри, там вот шпули, и на забросе это скажется. То есть на дальности заброса это скажется. А если подмотать на нее бэкинг, то это, наверное, лишний вес будет тоже, да? Ну, в общем-то, лишний вес тут не особо, как бы разница большая. Но это дополнительные, как бы, ваши затраты усилий. И если вы собираетесь, скажем так, крайним ультралайтом ловить, то есть это там приманки до 5 грамм. Ну, 2004-е катушки, они именно вот в крайнем, в таком радикальном ультралайте применяются. Кстати, Сергей, перебью тебя, я упомянул такое слово, как бэкинг. Ну, уж раз ты сегодня нам делишься информацией, вкратце расскажи телезрителям, что это такое, потому что для многих этот вопрос остается загадкой, это слово. Бэкинг всего лишь на все означает, что помимо основной лески, которую вот обычно мотают, если ее объема не хватает для заполнения шпули, перед тем, как намотать основную леску, мотают просто дополнительно либо просто простую леску, либо просто швейные нитки. Я вот не акцентирую на это внимание сильно. Самый бюджетный вариант – мотать простые нитки швейные, но нужно использовать, желательно использовать искусственные нитки. Синтетические? Синтетические, да. Ну, сейчас много также на рынке найти можно там таких вот аппаратов китайского производства, ну и других стран. Если брать дешевые, как дешевые в кавычках фирмы, я имею в виду фирмы, у которых ассортимент катушек более бюджетный, то лучше, если сравнительно как бы выбирать, то обратить внимание у таких фирм на топовые серии, на более дорогие. Как правило, такие дорогие вот катушки, ну, дорогие вот таких дешевых фирм, они сопоставимы по качеству уже с дорогими фирмами и, возможно, даже где-то по цене качества выиграют у дорогих фирм. Ну, это не такая общая тенденция. Сергей, я тебя немного перебил, когда ты нам рассказывал о размерности катушек, предлагаю вернуться к этому вопросу и рассмотреть уже не ультралайт, а там катушки более крупного размера. Вот 2500 размер, он самый такой ходовой, а в 2500 размере, как назовем его основным размером, то есть катушка 2500 размера, она имеет разные шпули, может иметь шпули разной емкости. Вот, 2506 самая мелкая, вот она такой вот лесоемкости, 2508. Чуть побольше, да? Чуть-чуть побольше лесоемкости. Это вот просто, я вижу, 2500. Да, вот 2500, здесь уже еще больше лесоемкости. Есть еще другие размеры, ну, вот мы тут три штуки самых распространенных представили, вот в этом основном, 2500 размере. То есть тут так же, какой раз диаметр лески хочешь намотать, соответственно, выбираешь? Да. Опять же, на 2500 размере, не на всех катушках, а на катушках средней и дорогой серии, на 2500 размере более мягкий фрикцион, чем на 2506 размере, более мягкий фрикцион, чем на 2500. Здесь максимальное усилие, если память не изменяет, это 7 килограмм, а здесь 3 килограмма. И регулируется он гораздо более мягче. То есть за один поворот, полный поворот гайки, усилие регулируется более мягко. Вот это 2506 размера. Она хорошо подходит под ловлю нашу ультралайтовую в том числе. Если в целом катушка не тяжелая, то она хорошо подходит. То есть лесоемкость небольшая, не нужно бэкинг подматывать. Мягкий фрикцион под нашу ультралайтовую ловлю, там, окуня, головля, они очень хорошо подходят. То есть это ультралайтовая, лайтовая ловля. 2508 – отличный размер под ловлю щуки. Такой классической ловли на некрупные приманки, на небольшие воблеры. То есть сюда как раз у нас плетеночка ПЕ, полторашка по японской классификации, войдет как раз 150 метров. Эта плетенка отлично подходит под ловлю, которую я рассказываю. И мне надо мотать бэкинг. 2500 размер, если требуется больше раздвенная нагрузка лески. То есть механизм тот же самый, 2500, и здесь и здесь везде одинаковый был. Но если требуется запас прочности по леске, мы можем взять 2500. Если говорить уже о тяжелых условиях работы, то это 3000, реальный 3000 размер и 3500. Но 3000, он такой переходной размер. 3500 – они очень тяжелые катушки, там и механизм большой. Поэтому, если честный 3000, качественный, как правило, это средняя ценовая категория, высокая, то он тоже отлично подойдет под эту ловлю. Его ресурса будет достаточно. А если берется дешевая катушка под тяжелый джек, и хочется, чтобы ее ресурс был значительный, то лучше становится на 3500. Нам будет тяжелая, но больше ресурсов. Вот Сергей поделился с нами довольно-таки интересной информацией о катушках. В принципе, о них можно говорить долго, но я думаю, мы еще с Сергеем видимся не последний раз. Слава с вами. И что-то более интересное он нам расскажет и в следующих передачах. Ну а с вами до встречи в рубрике «Рыбацкий ящик». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова